И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы, — О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею, — Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых, — Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа, а мы что такое, что ропщите на нас? И сказал Моисей, — Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него, а мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону, — Скажи всему обществу сынов Израилевых, — Предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господне явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря, — Я услышал ропот сынов Израилевых, — Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана, роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сына Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, — Это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Господь, собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть, по гоморру на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало. И мерили гоморрум, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка, каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей, — Никто не оставляй сего до утра. Но они не послушали Моисея, и оставили от сего некоторое до утра, и завелись черви, и оно воссмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру каждый столько, сколько ему съесть, когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого, и пришли все начальники общества и донесли Моисею, и он сказал им, — вот что сказал Господь, — завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, — ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле, шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, — долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна. Она была, как кориандровое семя белое, вкусом же, как лепешка с медом. И сказал Моисей, — вот что повелел Господь, — наполните манной гамор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону, — возьми один сосуд и положи в него полный гамор манны, и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон перед ковчегом свидетельство для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли хананской. Агамор есть десятая часть Ефы. Агамор есть десятая часть Ефы. Агамор есть десятая часть Ефы. Агамор есть десятая часть Ефы.